Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги новогодних праздников и первые рабочие в этом году недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Совещание началось с обсуждения резонансного случая в кадетской школе. С докладом выступил начальник Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаил Калькаев. Он отметил, что на данный момент 70 человек стали жертвами инфекции, 47 из них госпитализированы. Мы считаем, что причиной возникновения данной вспышки является, во-первых, крайне отвратительное соблюдение санитарных норм и правил в данной организации на данном пищеблоге, а также приготовление поварами данной организации блюд для кормления детей с грубейшими нарушениями санитарно-гигиенического законодательства. Далее совещание продолжилось по обычной схеме. С докладом выступил Евгений Романцев, начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Он сообщил, что с 25 декабря прошлого года по 15 января этого в местное отделение полиции обратились 4757 человек. Было заведено 98 уголовных дел, из которых 90 раскрыты по горячим следам. Кроме того, он обратил внимание на вопросы обеспечения безопасности во время крещенских праздников. Большая просьба, Владимир Петрович, чтобы на сегодняшний день сотрудники МЧС и администрации проверили все водоемы, потому что лед тонкий на наших озерах, прудах, где будет это массовое скопление людей, чтобы с сегодняшнего дня уже отгородили те купели, которые будут или места массового купания, и ограничить вход на лед. Продолжил совещание заместитель начальника Люберецкого гарнизона пожарной охраны Московской области Максим Катаев. Он доложил о трех пожарах за прошедшую неделю на территории округа. По его словам, пострадавших нет. Не было в округе и аварийных ситуаций на тепловых и водопроводно-каррелизационных сетях за минувшие новогодние праздники. Случилась лишь одна авария на сетях электроснабжения. Об этом сообщил в своем докладе Дмитрий Шумский, начальник управления ЖКХ. Она длилась 50 минут. За 50 минут все службы отработаны. Отработали. Было вызвано 17 дизель-генераторных установок. Но, условно говоря, они не успели доехать. В 8 часов электроснабжение потребителя восстановлено было в полном объеме. Также он добавил, что в 2018 году будет продолжена программа по ремонту подъездов. Всего в ней в этом году 1290 объектов. Напомню, в 2017 в округе отремонтировали 1298 подъездов. Кроме этого, в Люберцах будут продолжены программы по капитальному ремонту домов и программа «Доступная среда». Далее на еженедельном совещании выступил Егор Бунтин, начальник управления Дорожного хозяйства городского округа. Сотрудниками ГИБДД было выявлено 742 нарушения правил дорожного движения, эвакуировано 114 транспортных средств и выписано штраф на сумму 951 тысячи рублей. Также на заседании выслушали доклады об уборке городских территорий от снега и наледи, работе единой диспетчерской службы 112 и о развитии спорта в округе. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.